Здравствуйте! Это программа Репортер. Я Алексей Коноплев. И мы открываем летний сезон. Сегодня в меню новости на гриле. Легкие, свежие и хрустящие. И все это под фирменным соусом Репортера. Смотрим далее. Облачный патруль вышел на службу. Им сверху видно все. Лето напролет следить за порядком в лесах губернии будут с вертолета. Репортер тоже полетал. Крути педали, чтобы не догнали. В Самаре прошла первая в истории бега-велогонка. Репортер поучаствовал. Смутило до глубины души. На набережной прошел волнительный концерт Анастасии Волочковой. Репортер посмотрел. Как это ни странно, друзья, но лету радуются не все. Из-за сильной жары в Самаре объявлено штормовое предупреждение. В особой зоне риска – леса. При таких температурах воздуха и сильном ветре они разгораются, словно спичка. Чтобы избежать этого, самарские полицейские проводят рейды на вертолете. Там, с высоты птичьего полета, они ловят нарушителей лесного порядка, которые, несмотря на все запреты, разжигают в лесах костры. Берегите природу и смотрите наш следующий сюжет. Взлетая выше неба, этот вертолет спешит облететь как минимум вокруг всей лесной зоны нашего Самарского края. Маршрут пилота более 100 километров в одну сторону и обратно. На борту пассажиры в форме. Перед ними стоит задача помочь сотрудникам МЧС предотвратить страшные пожары. Полицейские взлетают высоко в небо, чтобы оттуда, с высоты птичьего полета, следить за порядком в лесу. Маршрут пилота довольно широкий, из Самары до Борского района. Особо внимательно следят за тем, чтобы даже искорка не пробежала в районе Бузулукского бора. Это наиболее такой пожароопасный участок. Сложилась такая ситуация, что борт практически горит каждый год. Провести мониторинг, посмотреть, как работают наземные подразделения. Ну и выявить, может быть, очаги пожара и сообщить о них. Пролетая над полями и лесами, полицейские высматривают нарушителей, которые, несмотря на все предупреждения, все равно разжигают костер в лесной зоне. Они создают опасность не только для леса, но и жителей неподалеку от него. Связь мы держим и с наземными подразделениями полиции, и с пунктом управления полетами авиации Курумыча. Специально стоит у нас милицейская радиостанция. У нас телефон, соответственно, через свой стационарный отдел полиции, через радиостанцию, которая находится на салоне автомобиля. Ну и телефон из сотов. Увидев хулигана, они тут же сообщают о нем напарникам, которые ждут сигналы на земле. Уже через несколько минут на огонек нарушителю лесного порядка заглядывают сотрудники полиции. Дежурные в небе тем временем продолжают дальше наблюдать за тем, что происходит на земле. Для местных жителей такой воздушный патруль уже давно не в диковинку. Услышав шум вертолета, они не проходят мимо. Ну, во всяком случае, раз в два года это точно. Садятся здесь. Не мешают абсолютно нам. Лишь бы только не эвакуировали. Никуда с пожаром. А так все нормально. Осмотрев лесные зоны, полицейские удовлетворенно разворачиваются в сторону дома. По сравнению с прошлым годом, пока и полеты, и состояние лесов спокойны. Значит, граждане становятся сознательнее. Или просто зная, что в небе за ними наблюдают, не торопятся нарушать закон. Ну, а пока одни блюстители порядка летают в облаках, другие бьются за металл. На улице Советской Армии произошла грандиозная потасовка с участием сотрудников службы исполнения наказаний. Около 300 сотрудников с применением физической силы пытались отбить для себя драгоценные металлы. Золото, серебро и бронзу. Репортер посмотрел на милицейские драки и узнал, что им за это будет. Таких сражений здесь не видели уже лет шесть. Желто-зеленое поле, спортивная арена на несколько часов превратилась в грандиозное ресталище бойцов в кимоно. Самара стала столицей Всероссийского чемпионата подзюдо, федеральной службы исполнения наказаний. Рядовые сотрудники, оставив на время службу, захватами и бросками отстаивали честь мундира и черного пояса. Ну, каждый из них занимает свою особенную должность в системе. Кто-то работает в спецназе, кто-то кинологом, кто-то работает в отделе безопасности. И поэтому приходит момент, когда нам всех вызывают на соревнования, и нам приходится здесь встречаться и, скажем, выяснять отношения, кто сильнее. 290 спортсменов без устали подбрасывали, блокировали и заламывали соперника. Все, чтобы за пять минут голыми руками уложить неприятели на лопатки. В их работе такой контактный бой важнее стрельбы и дубинок. Звания на поле боя тоже не пригодятся. Здесь важнее выдержка и практика. На данных соревнованиях спортсмены представлены разного класса. От первого разрядника до заслуженного мастера спорта. Поэтому не факт, что там в какой-то встрече может встретиться борец-профессионал с борцовым любителем. Все решает жребьевка. Набор действительно золотоносный. К примеру, этот старший сержант отдела конвоирования на деле действующий чемпион мира по дзюдо. Магомед Магомедов к территориальным соревнованиям готовился не меньше, чем к мировому первенству. Здесь у него личные счеты. Этого турнира не было уже лет шесть. Я как бы боролся по самбо. И как бы с ними там, можно сказать, никак не мог выиграть. А теперь они пришли в мои стихии, можно сказать. То, что я хотел давно побороться по дзюдо, чтобы всех их там здесь попробовать. Японские единоборства не столько забавы, сколько производственная необходимость. Это официально прикладной вид спорта для сотрудников службы исполнения наказаний. Вдобавок просто имиджообразующий вид спорта. Каждый из участников как витрина стражей порядка. Сотрудник, он в первую очередь должен подтянутый быть, все нормативы сдавать. Как минимум на хорошо, на отлично. То есть каждый сотрудник должен знать прикладные виды спорта свои. Тем временем на трибуне притаился еще один фаворит. Как в песне, младший инспектор. Мальчик молодой, но не каждый рвется в бой с тобой. У Владимира Березовского титулярный набор «Под стать орденоносцу». Его секрет успеха – внимательно анализировать соперников. Сюда почти как шахматы соперник сам выдаст слабость стилем борьбы. Я победитель первенства мира 2005 года, бронзовый призер первенства мира 2006 года, победитель первенства Европы 2007 года, чемпион мира среди учащихся 2008 года, обладатель Кубка России 2013-2014 года. Кому-то тяжелее, кому-то в зависимости от борьбы, кто как борется. Кто-то борется в вязкой борьбе, кто-то в техничной, кто-то в скоростной. Такие же методы применяются на боевой вахте. Разве что действовать приходится в несколько раз оперативнее. Уже завтра все участники, вне зависимости от наград, снова бредут погоны, начиная другой, уже незримый бой. Еще немного о необычном спорте. В Самаре провели чемпионат среди детей побега-велогонки. Победил тот, кто шустро шевелил ножками. Репортер пытался угнаться за юными сорванцами. Мальчишки и девчонки, а также их родители выясняли, кто быстрее. Если дети развлекались и смеялись, то взрослые серьезно настраивались перед заездом. На кону было звание самого лучшего – бега-велогонщика. И медали. Готовы? На старт! Внимание! Марш! Поехали! Сперед! У нас было просто поучаствовать, потому что это вообще самое-самое-самое первое наше соревнование. Поэтому тут, ну, просто, просто участие. Бега-велогонка проходит в Самаре впервые, хотя бега-вел уже начал становиться забытым для многих средством передвижения. Для этих трехсот человек со всей столицы губернии это целая жизнь. Дети трех и четырех лет не мыслят про гулок без этого транспорта. Да и взрослые не знают, что бы делали, если бы еще месяц назад их чадо не село за руль. Ой, мы без бега-вела вообще не выходим сейчас. На улицу только все время с ним. Всегда должен быть с собой. Насмотревшись на своих детей, даже взрослые, которые в десять раз старше участников, не смогли удержаться. То ли детство решили вспомнить, то ли попробовать своих чад перещеголять. Правда, тут ловкость с ног не единственное, что было нужно для заветной победы. Колеса отваливаются, руль повернут, но все равно отлично. Все, поздравляю вас. Это сын и медаль, а это ваша медаль. А, это целовать. Поздравляю. Спасибо. Но медали здесь давали всем. Приехал ты первым или последним. Сегодня в гонке главной была не победа, а участие. На следующий год самаре обещают провести еще более масштабную велогонку. А пока детям и взрослым остается ждать. 1 июня 2015 года. Скажу вам по секрету, что в итоге победил Дикий Кабан, которого полицейские ловили всю субботу в загородном парке. Лето такое лето. Быть может, он хотел попасть на концерт Веры Брежневой, я бы на его месте хотел. Для тех, кто тоже желает, следующий сюжет. Эти девушки пришли ради той, на которую хотят быть похожи. Высокая блондинка, почти супермодель, мама двоих детей и успешная артистка. Все это Вера Брежнева. Она и талон для самарских женщин, и ради нее местные модницы достали лучшие наряды с полок. И здесь, в фешенебельном ресторане, они окружили секс-символ своей преданной любовью и уважением. Мне все время говорят, что на мои концерты ходят в основном мужчины. Вот так вот, обратите внимание, женские красивые глаза. В Самаре все наоборот, поклонников мужчин по пальцам пересчитать. Но когда такой афродизиак, как Вера, в действии, любому сложно устоять. Здесь Брежневу любят не только парни и состоявшиеся мужчины, но даже совсем еще зеленые самарцы первоклашки. Мой младший сын очень любит Веру. Поэтому и пришли. Я вот смотрю на прекрасного принца и думаю, может быть, взять к себе, вырастить. У меня же дочке 4 года. Понимаете, я уже должна думать о ее будущем. Она светенькая, мальчик светенький. Детки будут светенькие. Рот продолжится. Носик человека маленький. У меня маленький, у дочки маленький. Носики будут маленькие. Вы понимаете, мама обо всем думает. Пока белокурая блондинка рассуждает о будущей семейной жизни своего чада, дамы в портере крутят бедрами, словно бывалые поп-звезды. Но самарчанки Брежневой не конкурентки. Видно, мало опыта. И как ни пытались они обратить на себя внимание кавалеров, все мужчины были у ног столичной красотки. Сегодня святой, понимаете, да? А я Вера. Приятно познакомиться. Сегодня... Ну, вы заслужили. Уже извините. Я считаю, что смелые мужчины сейчас на вес золота. Правильно, девочки? Вера, которую в Самаре любят и ждут, не разочаровала публику. Ей, как всегда, аплодировали так, что ладоши отбили. Правда, часа с небольшим и песен, и общение со звездой зрителям явно не хватило. Они хотели еще. Но Вера лишь пообещала вернуться. И наспех, при том, в концертных туфлях отправилась далее в турне. Впрочем, Вера Брежнева не единственная звезда, посетившая нас с концертом в минувший уикенд. В пятницу на Самарской набережной летний сезон открывала более звездатая барышня. Анастасия Волочкова – суперстар светской хроники. Она всегда в центре внимания столичных таблоидов. Теперь ее обсуждали и самарские випы. Как и чем заслуженная артистка взволновала местных бизнесменов, и что на это сказали их жены? Репортер узнал, как коротает вечера самарский бомонд. Анастасия Волочкова Анастасия Волочкова Эта публика только ради нее и собралась. Они помнят, как 10 лет назад Большой театр отправил Волочкову на пенсию, но тогда она решила, что отдыхать, сложив ноги, еще рановато. И сейчас в своей 38 Анастасии все время в движении, но теперь к пляскам она добавила песни. Местная элита оценивала известную балерину в ее новом шоу «Волна». Мы сегодня хотим вам подарить то, что мы помеем делать. Хорошего вечера. Знаете, я вам низкого поклонилась до земли, и вам, и вашей земле, поскольку я очень любит Самару. Но я боюсь, что корона упадет в свои головы. Пусть этого никогда не случится. Корона у Волочковой действительно есть, а зрители сразу воспрянули духом, когда над ними, раскинувшись в шпагате, пролетела заслуженная артистка России. Шпагат на земле, шпагат в воздухе, шпагат вверх ногами. Таким разнообразием Анастасия баловала зрителей весь вечер. Мужчины, без сомнения, были в восторге. Мы часто, кажется, работаем на открытых площадках. Мои любимые Дина Розовна. Спасибо. Как вас зовут? Сергей. Какая прелесть. Мне очень приятно. Здесь я так люблю цветы. Я еще в жизни свои не оставила ни в одном городе, ни в одном цветочке, потому что у них любовь людей. Она очень милая. Это шоу очень красивое. Мне понравилось. Но интересно, но яркое. Как шоу. Именно как шоу. Это, конечно, не серьезное что-то такое, что можно смотреть в театре. Хотя театры, может быть, у меня другая постановка. Нам очень понравилась семья и моя компания, потому что на самом деле много пишут, много говорят об Анастасии. Сегодня для меня она открылась совсем с другой стороны. Видно, что этот человек очень много трудится. Волочкова, конечно, уже давно не претендует на роль прима-балерины. Совсем скоро ей будет 40 и белую форму уже не вернуть. Так что сам Арти, да и жители других городов, еще не раз увидят Анастасию на гастролях с поп-шоу, а не с труппы Большого театра. Впрочем, публике, кажется, понравилось. Пусть не пение и не танцы, так сама Анастасия. И, глядя на нее, без хорошего настроения никто не остался. И на сегодня это все. Но завтра будет жарче. В прямом смысле слова. Наслаждайтесь летом. Пока. Субтитры подогнал «Симон»